Приветствую вас! Я бы не стал думать сразу что-то плохое такое уж слишком, потому что, ну, в жизни может случиться всё, и молодой человек может быть подвержен проблемам, делам, в которые он просто-напросто не хочет вас, например, посвящать. Такое вполне может быть, поэтому не стоит, я думаю, раньше времени как-то паниковать, да. Но, с другой стороны, понимаю очень хорошо вас, понимаю, что вам действительно это за себе от того, что происходит, и поэтому думаю, что вашу ситуацию надо рассматривать вот в какой позиции. Значит, вы пока подождите немного, не делайте никаких резких движений, не торопитесь принимать решения, такие серьезные, о которых потом, например, вы можете пожалеть, например, и так далее, потому что, ну, как бы, решение это вы успеете принять всегда, например, уехать, да, там, или перестать с ним общаться, это вы всегда сможете сделать. А вот, верно вернуть всё для того, чтобы, например, ну, когда выяснится, что мужчина, например, там, совершенно не виноват, или оказался во власти событий каких-то, и так далее. Вот это вам устроить, когда-то будет очень сложно. И вот, дабы вот этой ситуации не получилось, дабы её не возникло, я рекомендую вам подождать. Выйдите некоторое время и позвоните ему ещё. Спокойно, без, значит, каких-то претензий сразу, а именно этого будет ожидать от вас молодой человек. Непонимание претензий и негатива. Так вот, без всего этого, просто-напросто, спокойно, осведомитесь, как у него дела, что он делает, чем он занимается, и, собственно, дальше послушайте, что он вам скажет. Вот понимаете, если мужчина будет вести себя, ну, вообще, как обычно, да, то есть абсолютно нормально, спокойно, да, то есть никаких вы не увидите с его стороны моментов, связанных именно с тем, чтобы, там, извиниться, да, чтобы как-то реабилитироваться в ваших глазах, то, соответственно, это означает, что мужчина просто вас бросил. Да, это неприятно, да, это больно, это немыслимо, но, к сожалению, это так. И вам остается только лишь в этом случае сделать вывод и, собственно, предать. То есть вы не сможете эту ситуацию, например, как-то, там, изменить, то есть если он его отбросил, то для вас будет унижение, собственно говоря, и я это на полном серьезе говорю, что для вас будет унижением, если вы, например, будете все равно просить его или умолять, там, вернуться или что-то в этом роде. То есть, короче, из этого не будет ничего. А если же мужчина начнет как-то изменяться и кто-то говорит, то здесь уже вам нужно действовать в ситуации, да, то есть в зависимости от того, что он говорит. Поэтому, да, позвонить стоит, но попозже и как бы дать себе некоторый срок. То есть, срок чего, спросите вы. Ну, вот, например, два месяца вы даете ему на то, чтобы как-то обрадумиться, да, чтобы как-то осознать, что же он делает, и вернуться, может быть, к вам. А может быть, не возвращаться. Здесь все зависит исключительно только от него самого, потому что мы его не знаем. То есть, ситуация складывается именно такая. Если по истечении двух месяцев мужчина никак себя не проявит, например, то тогда у вас нет другого выбора, кроме как от него уходить, да, и ехать обратно назад в свой город, где вы, собственно, ищите до встречи с ним. И в следующий раз не торопитесь приезжать в город к мужчине, старайтесь все-таки помнить, что это не встречено приезжать к мужчине, а мужчина все-таки приезжает к женщине как завоевателей, как более такой, более природных кошельников, как, ну, мужчина это существо, которое не привязано к месту, в отличие от женщины, которая к месту более привязана. То есть, для женщины важна стабильность. И в этот момент он должен и очень мне понятен, почему именно вы переехали к мужчине, а не он сквозь к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.